Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Вот только что мы говорили о том, что в ресторанах действительно пока еще ресторан не торопится открываться, несмотря на кажущиеся послабления, которыми вот послаблениями они не считают отмену ограничений. Но, тем не менее, вид спорта, который предусматривает определенную дистанцию, во всяком случае, на размер клюшки для гольфа, чтобы там тебя не зацепило, когда игрок замахивается и размахивает этой клюшкой во все стороны. Примерно 2 метра здесь дистанцирование просто обязательное во избежание травмы. Да и на свежем воздухе, прямо скажем. Да, можно. Так что, на самом деле, шутки шутками, но еще в начале всей этой пандемийной истории гольф был признан, официально признан безвредным в плане ковида видом спорта и призывали им заниматься. Ну, по крайней мере, это было на Западе, в западных странах. Мы хотим побеседовать о гольфе с гольфистом со стажем более 10 лет, Александром Петровым, председателем правления АП «Холдинг» и владельцем издательской группы «АП «Гольф». Название отсылает уже к этому виду спорта. Александр, с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я не имею статистики. Я имею разговоры с главой федерации гольфа, я имею разговоры с тренерами. И на сегодняшний день загрузка у них стопроцентная. Такого не было до пандемии. Сейчас вайт-лист в детских группах, в том же ОЗА, в том же, сейчас формируются детские группы в Юрмальском гольф-клубе. Там есть, но там еще дополнительные сейчас выбирают. Но на сегодняшний день очень много людей пришло, именно связанное в том числе и с ковидом. То есть ковид дал толчок гольфу в ЛАЗ. То есть сейчас можно сказать, что за счет кого происходит? За счет молодежи или все-таки там приходят люди и уже в возрасте заниматься гольфом? Заниматься гольфом можно начинать в любом возрасте. В этом плане весь спорт универсален. И сейчас в гольф пришли те люди, которые давно хотели, но не было времени заняться. А ковид, как раз когда запирают всех дома, это единственное, где официально можешь находиться, играть. И это официально разрешено. Это гольф-поле, где достаточно большие дистанции и большая территория. Ну, бытует несколько таких штампов, связанных с этим видом спорта. Во-первых, это все-таки возрастной вид спорта. Ну так, чтобы неспешно бродить по газону, вяло помахивая клюшками. А вы говорите, детские группы тоже 100% заполнены. То есть, наверное, все-таки не так все однозначно. Конечно, не однозначно. То есть, наоборот, молодежь, она приходит в гольф. Если не приходит, их приводят родители. А уже когда люди в сознательном возрасте начинают играть в гольф, это несколько другое. То есть, если молодежь, это больше спортивная направленность может быть, то для людей в возрасте это уже больше социальный формат. Хотя и азарт имеет место быть. Ну и так это не просто махать клюшкой, это 12 километров за игру прошагать пешочком, толкая тележку. Это тоже не каждый дюжин. Ну да, достаточная нагрузка, это правда. А как, существуют ли какие-то требования безопасности в гольф-клубах? Насколько здесь какие-то ограничения вы испытывали, может быть? Ну, как таковых в гольф-клубах были закрыты рестораны, рестораны, рецепшена работала инстанционно. На данный момент, конечно, мы соблюдали, я знаю, что в польф-индустрии соблюдали все меры, которые приняли в специальном формате по людям. Но на поле ты можешь выйти, заявиться онлайн, выйти на поле и начать играть под фиксацию видеокамеры и прочее. Я все еще о своем, да, о штампах. Ну, в общем-то, это не дешевый вид спорта? Или, опять же, есть различные нюансы? Ну, если брать годовая карта в гольф-клуб Вестури, стоит там в черной пятнике 300 евро. Что такое черная пятница? Ну, это черная пятница, это когда большие скидки. Так, официально, по-моему, там 650 евро. Вот разбейте 650 евро на 12 месяцев. Вы увидите стоимость игры, это безлимитная игра в гольф. В Юрмале это около, в районе полутора тысяч, там, 1200-1500. То же самое в Возу будет в пуль. То есть здесь, если разбрасывать эту историю на год, то получается 100 евро в месяц. Ну, 100 евро в месяц фитнес стоит тоже недешево. Те же майки, те же кеды надо покупать. Ну, одно дело майки и кеды, а другой набор клюшек тоже, в общем-то, вложение? 100 евро, 120-150 евро. То есть это же не надо покупать профессиональные гольф-клюшки, потому что научиться бить по мячу и научиться играть в гольф – это немного из разного. О, а кстати, научиться, сколько может стоить обучение? Там же тоже надо записываться с тренером, проходить тренировки, не знаю, там, 2-3-18, месяц этому посвятить 3. Опять же, вилка идет от 50 евро до 500, в зависимости от клуба, в зависимости от тренера, в зависимости от непосредственно интенсивности формирования групп в сезон, например. Есть там тренеры, которые загружены, они даже за деньги не могут найти время в 24 часа в сутки. Поэтому, ну, время я занимаюсь, знаю, что за месяц можно, скажем, получить зеленую карту, которая позволит выходить на поле. Это не научит играть, это позволит выходить на поле. Где-то будешь знать базовые правила, как-то попадать по мячику, но это впереди большая дорога в гольф. Ну, это зеленая карта, если я не ошибаюсь, она дает право выходить на поле, на любое поле вообще во всем мире, не только в Латвии. Она же международная. Ну, просто в Латвии я бы не был так однозначен, потому что во многих в мире очень много полей ограничивают по хандикапу, по уровню игрока. То есть ты после определенного уровня игрока, то есть можно выходить на поле. Это связано с... Что на гольф-поле очень большой трафик. На хороших гольф-полях каждые 8 минут выходит 4 человека. Соответственно, если человек плохо играет, он тормозит весь трафик поля. А это убыль. Поэтому идет ограничение, чтобы человек умел играть в гольф, хотя бы бить по мячику нормально. Насколько развиты сами поля? Достаточно или их в Латвии, или тем, кто хочет поиграть, спокойно приходится куда-то уезжать? Я не знаю, то же самое, пиарную или отипя, какие-то ближайшие такие точки? На сегодняшний день инфраструктуры гольф хватает. Насколько я знаю, то есть что поля только ОЗа перегружены, есть у них трафик большой. В Юрмале еще по выходным тяжело. В Вестури я вот не был давненько, надо съездить. Но есть еще и Тукумс, есть еще и Валмера, где так называемые поля, так называемые пляу-гольф по-латышски это называется. Такой как бы гольф, но это вот такой вот. Там не сертифицированные поля, но это все равно для игроков, которые в гольфе, в Валмере очень хороший турнир. И в Сигулде, кстати. В Сигулде неплохое поле и очень хорошие турниры в плане питания. Что немаловажно. А скажите, чем-то отличается профессиональный гольф от любительского? Ну, я к тому, что где латвийские тайгер-вудсы? Почему мы ничего не слышим? Зарабатывать можно гольфом? Ну, как бы зарабатывать можно. А про сколько? То есть, ну, вот дочка Андрея Сильченко, Марта, она сейчас входит в топ-5 гольфистов Российской Федерации. Ну, там это связано, я так понимаю, с коммуникационным форматом. Она играет, она учится в Юрмальском гольф-клубе, тренируется. Ну, а так профессиональный гольф отличается от любительского, как езда на треке на спортивной машине и езда по улице на простой машине. Разница есть? Безусловно, есть, но это не отвечает на вопрос, где же звезды латвийского гольфа профессиональные? Нет, нет, их очень много. Есть очень много там, пусть это, экспортфамилии. Люди, которые уезжают в Америку и играют там в университетах. То есть, в гольф очень многих латвийских молодых гольфистов помог пройти в университеты по стипендиату, по спортивному стипендию. То есть, где они выступают за сборную университета и тем самым их все закрывают им бюджет финансирования за обучение. То есть, есть очень много гольфистов, наверное, по-моему, чуть-чуть 15. Очень хорошего уровня в Латвии. То есть, это единичка плюс. Ну, то есть, конникап один. Ну, то есть, не только хоккеем единым, баскетболом, еще и гольфом, да? Прерастает спортивная слава Родины. Вы же знаете, хоккей транслируется везде, а про гольф разговаривают немного. Это не такой зрелищный вид спорта, как хоккей. И не такой массовый. Поэтому здесь звезды есть, но они не являются героями таблоидов. Единственное, что у нас в журнале, в АП «Гольф» в этом году героем номера русской версии выступает Артур Скадос, гольфист со стажем большой. А латышская версия у нас Гатис Труксис, мэр Юрмала. Я не знаю, переизбрали его, не переизбрали. Ну, вот. Скажем так, вопрос еще решается. Его партия победила. Мы как бы с господином Труксисом не обсуждаем политику, мы обсуждаем только гольф. А много политиков в гольфе? Очень. То есть, можно говорить о том, что это вот такой тоже профессиональный спорт. Чем привлекают именно политиков гольф? В общем-то, я так понимаю, знакомствами. На поле вышел и там тет-а-тет, порешал всякие вопросы. В униформальной обстановке, да? Это сильно преувеличено. Вопрос здесь больше, наверное, в том, что гольф – тот вид спорта, где очень много адекватных людей, почти достигает 100%. А если брать, вы как журналисты знаете, что общество, где 100% адекватных, это уже хорошее общество. Я бы даже сказал, идеальное общество, которое недостижимо в принципе. Но, как аргумент, заняться гольфом почему бы и нет? А если сравнивать с другими странами, Латвия, например, в плане гольфа, может ли, если брать Европу или Россию, насколько в других странах количество людей, играющих в гольф, количество полей, мы выделяемся или на среднем уровне? Ну, если сравнивать по Балтии, то количество полей у нас самое маленькое. Первое – Эстония, по-моему, потом Литва и потом – Желатвия. Если брать постсоветское пространство, то здесь есть не то, что проблема, а есть вот это советское прошлое, которое достаточно сильно мифологизировало гольф. То есть сделал из него некий идол, когда, например, в той же Америке пройти поле стоит 20 долларов. То есть есть муниципальные поля в Испании, где это является, ну, норма, то есть люди на выходных, вместо того, чтобы, не знаю, сидеть на берегу моря, взяли клюшки, поехали, и это является нормальным. А у нас это как бы выводится за ряд, как бы, поехать куда-то в элитную историю. Понятно, что как бутылку виски можно взять и дорогую, а можно и разориться. Ну, то есть слухи об элитарности гольфа, получается, сильно преувеличены. Ну, прям, не знаю, такие мифы рушатся. Ну, должны какие-то мифы всё-таки в жизни оставаться, такие основополагающие, что гольф – это закрытый клуб. Там действительно, если туда попадаешь, то это такой социальный лифт. Начинаешь общаться с людьми определённой категории. Там бизнесмены крупные. Вот, например, Александр Петров. Крупный бизнесмен. С политиками. Вот только что он говорит. Вот, гад и струксинс, мы там с ним вась-вась, и не о политике, ни о чём, а просто так. Я так и говорил вась-вась, я говорил, что мы говорили аркульф. Ну, я немножко преувеличиваю, но свойственно моей профессии тоже, Александр. Простите, пожалуйста, если сможете. Но так всё-таки это всё не так, и гораздо проще. И серьёзно, возвращаясь к началу беседы, все эти детские группы, зачем их так много, с другой стороны? Что это даёт детям? Не лучше ли пойти в инвестор? Только у нас там сетет попасть, американские, например. Это больше даёт даже не только детям, это даёт родителям. Что ребёнок уже с детских лет становится... Ну, умеет играть в гольф, это ему никогда не забудет. Он может играть плохо, через 10, через 20 лет, но он будет играть. То есть он может в любой момент начать играть в гольф. А это спорт, это воздух, это социальный круг определённый. То есть это связано не с тем, что... Вот это тоже надо понять, что в гольфе остаются играть люди с определённым типом характера. То есть это вот есть точно. Которые не боятся ошибок, которые идут дальше, несмотря ни на что. И вот это объединяющее чертам почти всех гольфистов. То есть как бы мы по типу характеров не отличались, но всё равно по вектору мы где-то имеем что-то общее. И это сближается. А всё-таки вот гольф не является ли сезонным спортом? Потому что, ну, учитывая, что зимой выпадает снег, вот как зимой люди играют, тренируются? В этом году, да, была зима. Но прошлый год я знаю, что круглый год все играли. Ну, а к тому же есть различные тренировочные площадки. И вот Александр упомянул Юрмальский гольф-клуб. Более того, у них есть установка, до чего техника дошла в 21 веке. В компьютер загружаешь, ты можешь по компьютеру играть в гольф со своим партнёром в любой точке земного шара. Ну, условно, ты в Юрмале, он там где-то в Малаге, не знаю, в Австралии. И стоишь, берёшь реальную клюшку, делаешь удар, компьютер считывает силу удара, и ты прям видишь, вот эту траекторию просчитывает, и виртуально этот мячик куда-то летит, там падает в лунку, не падает в лунку. Следующий удар делает твой партнёр совершенно в другой точке земного шара. Я ведь не приврал, Александр, так есть? Так есть. Украл у вас ефирное время. Юрмал в данном случае просто из новых клубов, и он сделан по всем. Ну, там я не знаю, сколько денег закопано. То есть там всё современное есть, что придумано в гольфе, это есть юрманский гольф-клуб. Ну, и вообще, в общем-то, гольф широко шагает по планете, и конкретно по Латвии желаем ему только развития. Дело-то хорошее, и в самом деле, и на свежем воздухе, и 12 километров, и тачку перед собой толкаешь, в общем-то, достаточно и физическая нагрузка, и нервы тренирует, и характер воспитывает тоже. И знакомство. И знакомство. Всё-таки от этого тоже никуда не уйти. Александр Петров был с нами, председатель правления АП «Холдинг», владелец издательской группы «АП «Гольф». Гольфист со стажем более 10 лет. Александр, огромное спасибо. Спасибо. Спортивных успехов и достижений вам в том числе. Хорошего дня. Вам спасибо, всего хорошего. Всего доброго. Нам, видимо, пора закругляться. Но, тем не менее, эфир продолжается. Закатываться, как мячик. Сразу после утра на Болткоме выходит программа «Подоплёка», и гостем станет главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Мы узнаем, почему не рухнул рынок недвижимости, и поговорим о парадоксах пандемии. Ну, а в 12 часов культурная среда, и гостем программы станет Айгор Рейнис, органист и музыкальный директор Домского собора. Продолжение следует...